Здравствуйте! Изначально в моих планах не было запись данного ролика, но некоторые комментарии сподвигли к этому. И поэтому давайте разберемся, если вы купили себе беспроводные наушники, какой Hi-Fi плеер к ним стоит подобрать и вообще стоит ли его подбирать? Для того, чтобы понять это, нужно понять, чем занимается Hi-Fi плеер. В Hi-Fi плеере есть музыка, неважно где, на флешке, в его памяти, через стриминговые сервисы поступающие. И задача плеера, цифровой сигнал преобразовать в аналоговый, аналоговый усилить и пустить уже дальше на наушники. Когда вы подключаете беспроводные наушники Hi-Fi плееру через Bluetooth, то задача плеера никак не выполняется. Он просто цифровой сигнал никуда не преобразует, не усиливает, а просто передает на наушники. И уже наушники преобразуют его в аналоговый и усиливают. То есть, как вы понимаете, какая-то целесообразность, она сводится вот практически к нулю. И вот-вот практически. Единственный все-таки есть момент, который стоит обсудить. Он связан с кодеками и их реализацией у производителей смартфонов. Все знают, что есть кодеки SBC, AAC, APTX. Они имеют разную пропускную способность и это сейчас не самое важное. Действительно, одни и те же кодеки у разных производителей смартфонов реализованы по-разному. И в небольшой степени это проявляется. То есть, действительно, с iPhone и с каким-нибудь Samsung в Samsung звучание может немного различаться. Даже если используется один и тот же кодек AAC. Действительно, это имеет место быть. Но дело в том, что различие в большинстве случаев, особенно если мы говорим о каких-то бюджетных наушниках, там 50, 70, 100 долларов, оно практически неразличимо. И даже если вы думаете, что вы услышите разницу между звучанием одних и тех же наушников, к примеру, там, Samsung Liberty Air 2 с iPhone 8, либо же Samsung Note 8, в слепом прослушивании 99%, что вы не поймёте, где, откуда играет музыка. То есть, это уже будет исключительно самовнушение. Поэтому покупать отдельный прям вот Hi-Fi плеер к своим беспроводным наушникам, вот, ну, смысла нет абсолютно и полностью. Другое дело, что есть наушники с хорошим потенциалом. То есть, взять те же Sennheiser M3 AEBT XL, либо же Bowers & Wilkins PX, их есть смысл подключить вот по кабелю, взять 3,5 мм и 3,5 мм, и подключить к Hi-Fi плееру, для того, чтобы уже плеер преобразовывал цифровой сигнал в аналог и усиливал, подавал на наушники. Потому что мы можем получить действительно хороший прирост в качестве звучания. Это будет ощущаться. Но это касается непосредственно полноразмерных наушников и, опять-таки, единичных. То есть, я могу на пальцах одной руки называться наушники, которые можно, ну, хотя, может быть, из тех, что вспомню сразу же, буквально вот 3-4 модели, которые стоит подключить напрямую к источнику. Поэтому, если вы хотите как-то улучшить звучание каких-нибудь, не знаю, не хочу сейчас обижать какие-то модели, но, к примеру, там, JBL Live 500, либо же Fio IH3 NC, либо же Pioner MS-9BN, покупкой Hi-Fi плеера, неважно, это будет что-то бюджетное, там, как Fio M5, либо же что-то дорогое, как iBus, там, DX 220 какой-нибудь, не стоит. И даже в некоторых случаях это... с Hi-Fi плеерами наушники могут играть все хуже. То есть, я подключал Sennheiser Momentum True Wireless 2 к плееру Fio X7 первого поколения, и там звучание получилось еще хуже, чем с тем же Samsung Note 8. Ну, во-первых, почему-то очень тихо получалось, возможно, проблемы из-за прошивки самого плеера, я не знаю, но результат получился даже хуже, чем на обычном смартфоне. Поэтому не стоит по этому поводу сильно заморачиваться и загоняться, и просто слушать наушники, точнее, даже не слушать наушники, а слушать музыку благодаря наушникам и наслаждаться. На этом, в общем-то, все прощаюсь. Если есть что добавить, пишите, пожалуйста, в комментариях. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр и до скорых встреч!